Сейчас мы в одном из самых больших индийских храмов Дахи. Вчера здесь был большой индийский праздник Дургабуджа. Здесь было очень много людей и все они угощались от храма. Им здесь было очень много угощений. Если мы думаем, что такая бедная страна, как Бангладеш, и там люди очень мало едят, то я вам хочу показать вот эти маленькие кастрюльки, у которых здесь целые горы. Так что все нормально у них тут с едой, по крайней мере, по праздникам. Если кастрюля среднего размера в Бангладеш вот такого, то если вы думаете, что это просто готовится на много человек, то тарелки у них вот такого размера. Поэтому с едой все нормально. И вот ребята после праздника моют посуду. Вот такая большая, как говорится, стирка или по-другому мойка посуды. И как видите, дорогие женщины, мойкой посуды, причем в таких больших количествах, целыми стопками занимаются мужчины, да, представители сильного пола. И это совсем не значит, что завтра 8 марта, как у нас бывает раз в году, или день рождения женщины. А мужчины здесь это делают постоянно. Одна из важных деталей. Вот такую огромную и очень жирную посуду после вчерашнего праздника моют просто обычной золой, набранной из костра. И это работает не хуже обычного современного порошка. Большую кастрюлю можно мыть даже ногами. После мойки большие горшки надо обязательно смазать вот такой специальной глиной, чтобы она была защитой для готовки на следующий раз. Благодаря этой глине создается эффект типа тефлона. И получаются такие вот защищенные посуды, потому что им надо быть защищенным, так как готовят на них на большом открытом огне. Вот такой бангладешский тефаль. Благодаря. Благодаря. Продолжение следует...